Всем доброе утро! Мы на огороде. Сейчас 12 утра. Нет, уже начало первого. Еще без 10-12. А, да? А мне уже кажется, что где-то около часа там дочка тоже с нами. Александр на огороде уже. Капельный полив разбирает. Ночь у нас прошла тихо. Вечером, правда, до 12 Покровск опять пострадал там, я не знаю, где-то Покровский район писали. О, теперь и у нас где-то пролетело. Короче, ну, ночь была тихой. Да, дочь? Ты ничего не слышала? Я вообще в последнее время не слышала ни вечером прилет. Это хорошо. Вот. Погода у нас замечательная. Передали 28 градусов. Вообще, мы в шоке, конечно. Ну, на солнце очень, конечно, тепло. Даже жарко, можно сказать. С Александром мы уже перебрали виноград. Потом с мамой будем давить его в бочке. И будет оно стоять сколько? Дней 20, по-моему, стоит. Или сколько? Или неделю. Не помню. 24, да? Бабушка, которая 24 дня держит. Понятно. Свои технологии. Вот. Так что так. Сегодня будем ехать встречать маму Оксану с Леной. Они едут с Харькова. Вот. Уже едут обратно домой. Проведали детей. Лена детей. Бабушка Оксана внуков. Повидалися. Наговорились. Вот. Все нормально. Все хорошо. Погода отличная у них тоже была вчера. Так что занимаемся дальше делами. Надо потихоньку огород убирать. Ну, потихоньку и убираем. Мы очень помогаем. Да. Сильно помогаем. Конечно. Особенно Рома, который спит до сих пор. Он в этом сидит уже. А, понятно. А я все думаю, что дети спят у нас. Да я в полодиннадцатого не спала уже. Да серьезно. Я по телефону разговаривала. А тебе снилось? Нет, мне позвонил Максим. Так. Вот так вот. С утра попили кофейку и пока мы все. О, дядька на велике едет. Кстати, еще дотя будет этот. Мы все отварили. И дотя будет окрошку делать. Как хорошо, когда есть на кого спихнуть. Ну, просто отлично. Замечательно. Понемножку готовимся уже к дню рождения. Да? Восемнадцать лет. Ну, ты не готовишься, ты уже морально готовишься. А мы понемножку там придумываем, что приготовить, что купить уже заранее. Что сказать, да? Чтобы не обидеть. не сильно обидеть. Вот. Главное, чтобы этих не было поздравлений ночных. А, это точно. Я такие не хочу. А дотя имеют ввиду пролетов, чтобы не было ночных. Это да. тут уже... Говорю, ночных поздравлений, чтобы не было. Да ты выкидывать все будешь? Так, на огороде из съедобного осталось только остались только баклажаны и еще огурчики там у нас. И перца чуть-чуть. Ну, перца, ну да, ну, тут чуть-чуть, но он такой, конечно, уже выборочно тут можно выбрать кое-какой остался. Дождей у нас так и не прогнозируют вообще. Я не знаю, когда у нас вообще будут дожди. Это, конечно, жесть. Надо огород уже перекапывать. Я скоро начну. Не, скучно будет. Надо ненадолго, что-то полдня и все. А что, ты все уже? Не знаю. Еще ничего не знаем. Все или не все? За шоу мы поговорим? О чем? Ну, это уже наши мысли, наши пока мы с ничего не будем говорить. Так, мы хотим сейчас с Александром попробовать пройти через камыши. Саша хочет на ту сторону пойти выгулять Оскара. Вот. И хотим посмотреть, сможем мы там пройти или нет. Так, напрямую, короче, высохла там или нет в камышах. У нас была, конечно, когда-то вот тут дорожка. Вот тут чай с соседей мы проходили. Ну, она там заросла. И мы там заложили, короче, чтоб Оскар туда не хотел. Ого! А что такое? Капец, сейчас покажу. Ля! А мы думали, тут высохло все. Слушай, а что это оно просачивается уже? Не знаю. С чего это оно? Поднимается. Ну, да. Не выйдем. Вот теперь уже и не выйдешь, да. Хотя тут было сухо. Откуда эта вода появилась, вообще непонятно. И тут, вон, гляньте, мы хотели туда пойти, пройти. А у него уже лапы грязные. А он еще вымазал их днем. Ну, да, и тут, глянь, уровень воды поднялся немножко. Оскар, не ходи туда. Короче, все. Погуляли называется, да? с тобой на ставок идем. На ставок, ну, да. Оскар. Короче, фокус не удался у нас. Оскар. Пошли, Оскар. Иди сюда. неожиданно. Неожиданно. Сколько ходили, не было этого, а тут пришли, конечно, в шоке. Оттуда ты хочешь посмотреть, да, можно ли там пройти. у нас дорожка была когда-то. Там заросла, там была дорожка, и мы проходили вот так вокруг и шли вот туда и оказывались на той стороне. Оскар. Ну, это наш прудик с этой стороны. Наш домик. Да нет, есть немножко, я думаю. Я думаю, что есть рыба еще в нашем пруду. Так, ну, короче, короче, пошла я давить виноград на вино. Вот, с Александром утром перебрали его, поделяли от веточек, а сейчас буду сидеть давить. Вот. Да. Неожиданно, конечно. И Рому бери тоже. А то Рома у нас сидит целыми днями в четырех стенах. Сейчас он поест быстренько или попьет что-то и пускай Ромчика надо как трушки хоть его отвлекать. Ну, это просто невыносимо вот это смотреть, когда он сидит целыми днями в этом компьютере, то в телефоне, то в ноутбуке. Короче, такие дела. О, опять это бахнуло. Пойдем. Так, ну вот столько мне надо передавить. Сюда в бочку давлю. Вот так вот таким способом ягодки давлю, туда высыпаю и потом ставим бидончик, будет там бродить. А дальше будем уже потом отжимать то, что побродило. Короче, дальше в банке. Вот. Да, в этом году конечно мало винограда, но ничего. И на этом спасибо. Так, мы собрались и едем за мамой Оксаной. Сейчас Викуся хочет поехать за рулем. Сумасшедшее пересаживание. Да, меняемся местами, короче. Вот. Вчера я забыла поснимать, как мы с Викуся вдвоем на этой машине. Сынуль, закроешь дверку? На оранжевой. Ездили. Сейчас, подождите, закрыла случайно рукой. надо прийти. Вот. Вот. И Викуся захотела за рулем поездить. Давно не ездили. Машина сзади. Я на нервах. Ну, все страшно. чуть-чуть. Давай, быстрее, быстрее. Левый поворот ключи и выезжай все на гору. Выезжай, выезжай, и останавливайся. Еще. Вот так вот. Стой, стой. Держи нас на стопе. Пусть пройдут. Здесь проходит. Не обращай внимания. Ой, а там мы сейчас будем вниз катиться. Можешь ручник сейчас включить. Зачем? Стоп, бросай. Включай первую. Или так, на первую? Значит, потихоньку трогайся. А ручник? Держишь ручник ручник. Просто трогайся. Только почувствуй, что мы начали ехать. Опускай ручник. На, не бойся. Он и наручник. Вот и все. Ничего страшного нет. Ничего себе. Мы едем. Мы едем. Мы еще нормально даже... Мать молчит. Выехали. А что мне говорить? Она умничка. На Креницу стали ездить люди. Я тебе любовь оставлю. Что-то после меня останется. А что? Выборь. По дороге. А я нормально еду. Я тебе вообще не говорю, что ты не нормально ездишь. На горочку чуть-чуть. Не уноси на машину. Я помню, что тут надо подождать. Тут хорошо хоть видно сейчас стал. Можно же, да, прямо ехать? Можешь прямо ехать. Тебе и нужно прямо ехать, потому что там ты можешь... нема, 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 нема. Я просто думала, что там типа уже место заднее. На рыбалке? С добычек наш. Не, не на рыбалке, вот там в кущерях. А! уже все сухое, все сухое. Не, у тебя цветочки чуть-чуть зеленые. Начинают желтизну. Оля, уехали, дядьки, тут приехали. Боже, тут уже мусорник. А тут высохло все, что можно. Оскар ходил по ставку сегодня, ходил, но на середину зайдет. Он же привык, чтобы по самые уши было у него, чтобы воды попить. А ему все по брюхо и по брюхо. И пошел с того куда-то. Я говорю, давай возвращайся, куда ты забрался. Вон, грибов можно на одном пути дорвать. Ага. Их же жарят. Так кто-то жарит. Жарят, да, бабушка Лида когда-то говорила. На дереве грибы растут вот эти большие. Жарят их. Срывают и жарят. Забор из этих сделали. Из поддонов. Да, сейчас меньше, да, машин. С кем мы тогда с мамкой ехали, да, что она говорила, что ого машина. Нет, с Катюхой, соседкой. А, точно. У кого-то везли. Ну, я, если что, снимаю. Видишь, как он боится. Сломает, что стекло его защитит. я хотела сказать, думаю, ладно, промолчу, скажет, я знаю. На третьей скорости едешь, дочечка, это же не автомат. Она уже думала первую. Надо завести теперь хотя бы ты заглохла. Как перец. Дорога ровненькая. И что дальше? Длестрей можно ямить? Не можно. Не можно. Конечно, у нас тут дороги, яма на яме и трусит, конечно. Телефон особенно трусит. Не могу вам поснимать. Нормально. Ровнее пойдет. Немножко. Уже. У второго ровнее машина. Как я умею говорить. Да. Как Пушкин. Больше прижмись вправо. Вдруг там кто-то лапает. Мы тут сворачиваем потихонечку. Сцепление выжимаешь и притормаживаешь, потому что тут, видишь, спуск дебильный. Мы на второй едем дальше. Вразу и поехали. Едем. Да, тут тебе, видишь, как ралли. Влево-вправо, назад-вперед. Ничего нет страшного нету. Вообще с инструктором если бы приехал, ты бы тут включила поворот. Я поняла. Выключила. Опять поворот выключила сюда. Не знаю, зачем. Едем пока прямо и потом поедем левее и правее. Но тут тоже перед этим знаком аккуратно выезжаем и будь готова вдруг какой-то дурак или оттуда высказать. Поворотно стоим. Видишь, тут машины поставили так, что надо быстро. Но ты на второй принципе мы едем нормально. Там никого, никого. Поехали, вот сюда выезжаем. Сюда? Да. И куда дальше? В нашу до клуба едем. Мы же двух едем. Зачем нам через город сюда выезжать? Куда мы едем? Куда Баба на чаю хотела поискать. А где мы еще чай поедем? А какой? Гранулах? Мне все равно какой. Я хочу посмотреть. Главное, чтобы не лаваре и не зеленый. Все, едем туда. под чаем. Это, наверное, друг у того, что он нашелся сюда. И сейчас менты. А левый поворот сейчас включаешь. Вот их тут. Смотришь, главное, чтобы оттуда никого сейчас не было. А оттуда еще есть запас. Там никого поворачиваются. Вот так. Теперь туда поворот поворачиваешь. Туда поворот, да. можешь встать просто вот тут даже. А можешь вот так повернуть без поворота. Чуть дальше вот так едь, 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 вот тут встанет. Все, стоп. Я думаю, он как-то сдаст назад. В общем, вы молодежи. мои ноги пришли пошли в себя. Понятно. Отодвинь чуть-чуть сидень, а то как ты с него вылазишь. Все, пошли мы в магазин. Приехали. Вот этот магазинчик. скорость. А что видишь сегодня? Тай хорошо. Вот обнастились, Потому что потому что стали звонить, заказывать на понедельник, а он только во вторник. А я говорю, мы тут со мной сойдем. Ну что там еще делать? Ну да, дурак. Ну говорит воскресенье. Хорошо. Мне так показалось, что мы там так долго были. Не дует никому? Не, нормальный ветерочек. Класс. Так, встретили маму Оксану и везем домой ее. Рассказывай, рассказывай. Ой, я могу рассказать тоже, что так, сейчас это, вас домой? Не, я веду домой и едем ужинать. К нам. так сейчас колесо можно, подожди, а может завезти домой, отдать собаку и потом к вам. Ну, смотрите, переоденетесь еще. Гостинцы вам это, да, что там, не буду я переодеваться, я красивая. Просто, чтобы не жарко вам было. Там уже делать вечер. Слушай. Что-то надо донос сразу? Да, я не знаю маму, мама говорит. Сыночка, давай заедем на Садовую 16, я чуть-чуть гостинцы ваши все отложу, я же всем купила гостинца. гостинцы отложу, собачке дадим и тогда я могу к вам идти в гости. С удовольствием. С удовольствием.